В 10 утра сигнал боевой тревоги поднимает экипажа. Атомные бомбы доставлены к самолетам. Такой груз на другую сторону земного шара может донести только межконтинентальный бомбардировщик Б-36. Эта гигантская машина, которая несет смерть миллионам людей, называется Писмейкер, Миротворец. Есть и другое, более подходящее название. Большая дубинка Пентагона. Самолет скоро взлетит и направится в Советский Союз. Бомба будет сброшена на Москву. В реальности этих событий не было. Существовал только стратегический план. Он назывался дропшот. Моментальный удар. Б-36-му отводилась роль длинной руки с зажатой в кулаке ядерной бомбой. 300 целей на территории СССР подвергались ядерной атаке. Далее следовало вторжение в нашу страну. Ответить на такой удар в 52-м году Советский Союз не мог. Москва, аэродром Тушино. Август 1955 года. Обычное утро перед воздушным парадом в день авиации. На летном поле в Тушино идет традиционная торжественная часть. На подмосковных аэродромах заканчивается подготовка к вылету. Все машины прошли последнюю проверку и летчики занимают места за штурвалами. Колонны парашютистов садятся в десантные самолеты. Взлетают МИГи, хорошо знакомые американцам по войне в Корее. На испытательном аэродроме Раменское запускает двигатели новый самолет. Вскоре он появится на Тушино. Это стратегический бомбардировщик Ту-95. Когда в сопровождении четверки МИГов флагманский Ту-95 появляется над летным полем, он производит не просто сильное впечатление. Он вызывает шок. Потом люди из Пентагона назовут его Бео, Медведь. Отныне Соединенные Штаты не могут чувствовать себя в безопасности. Русские сделали бомбардировщик межконтинентального радиуса действия. Территория Америки оказывается в пределах досягаемости. План моментального удара сразу теряет свою актуальность. Ответ Соединенных Штатов не заставляет себя ждать. Президент Дуайт Эйзенхауэр провозглашает стратегию массированного возмездия. Он берет курс на резкое увеличение ядерного потенциала. Ядерное оружие несут баллистические ракеты и подводные лодки. Оно появляется даже на авианосцах. Старт ракеты обнаружить можно. Для этой цели уже создаются спутники. Взлет самолета с палубы засечь практически нельзя. И авианосные ударные группы становятся передовым плацдармом для нанесения удара по Советскому Союзу. В США разрабатываются палубные бомбардировщики, носители ядерного оружия. Во время боевого похода на авианосцы всегда готов к вылету самолет с атомной бомбой на борту. Через пару часов он может оказаться над Москвой. Представьте, такой авианосец сотни ядерных боеприпасов на борту. Мы заявляли, что еще нужно подтвердить, что они там есть, но на самом деле все знали, на наших авианосцах было много ядерного оружия. На подходящем типе самолета можно было долететь до Москвы со Средиземного моря. И если бы я находился в Советском Союзе перед лицом таких авианосцев, я бы, конечно, испытывал озабоченность. К осени 62-го года напряжение в мире достигает предела. Хрущев принимает решение разместить советские баллистические ракеты на Кубе. Это прямая угроза безопасности США. Происходит конфликт, известный в истории как Карибский кризис. Мир находится на грани. Во время кубинских событий американские самолеты-разведчики постоянно летают над советскими кораблями. Фотографируют грузы на палубах, вооружение. Наше командование принимает решение проводить аналогичные операции. В первую очередь нас интересуют маршруты авианосцев. Кто и как способен их обнаружить? Ответ один. Такой дальний полет может выполнить только стратегический бомбардировщик Ту-90С. Задача требует тщательного планирования. Министр обороны Родион Яковлевич Малиновский ставит ее перед советскими военачальниками. 20 лет назад они выиграли войну, но это была победа на суше. Теперь же предстоит проводить сложнейшие боевые операции над океаном. Когда мне пришлось быть на приеме у министра Малиновского, Родион Яковлевич был министром, вот он задал нам вопрос, почему вы не летаете на американские авианосцы? А нам никто не дал команды такой. Так вот, я вам даю команду, летайте. База ВМС США, Норфолк, штат Вирджиния, январь 1963 года. К выходу на боевое дежурство в Средиземное море готовится атомный авианосец «Энтерпрайз». Штаб советской дальней авиации получает приказ разработать операцию по его перехвату. По прямой через Европу лететь нельзя на пути территории стран НАТО. Поэтому план такой. Два самолета вылетают с аэродрома города Узин и берут курс на север. Они огибают Кольский полуостров и уходят налево в Атлантику. По расчетам, самолеты должны обнаружить «Энтерпрайз» в районе Азорских островов. Может быть, именно тогда кто-то из острых на язык летчиков называет такой маршрут «полет за угол». Два первых вылета заканчиваются неудачно. Самолеты возвращаются из-за плохой погоды. Готовится третья пара Ту-95-х. Но «Энтерпрайз» уже недосягаем. Он в Средиземном море. Он меняет на боевом дежурстве другой авианосец – «Форестол», который теперь возвращается домой. Этот корабль становится новой целью для наших самолетов. В штабе не могут позволить себе третью неудачу подряд. Полет возглавляет замкомандира дивизии полковник Шиханов, заслуженный летчик, участник войны. Аэродром 106-й авиадивизии, Украина, город Узин. 22 февраля 1963 года. В канун главного армейского праздника два Ту-95-х берут курс на север. Наша задача обличалась тем, что в штабе дальней власти разведка, видимо, имела и в Испании, и в Португалии там наши ребята были, и проход Гибралтара этим авианосцам нам сообщили с точностью до минуты. Глубокой ночью наши самолеты проходят мимо Норвегии, Англии и Исландии. Здесь расположены авиабазы НАТО. Но полет остается незамеченным. На перехват не поднимается ни один истребитель противника. Атлантический океан. 300 километров севернее Азорских островов. 4 часа утра. На экране бортового радара появляется засветка. Полной уверенности, что это авианосец в Форестол нет. Но вскоре штурман наблюдает уже 12 засветок. Они образуют круг с яркой точкой в центре. Это очень напоминает характерный походный строй, которым обычно идет авианосец с кораблями охранения. Необходимо получить хорошие снимки в Форестоле. И полковник Шиханов принимает решение снижаться. За 220 метров мы пошли вниз. Где-то на 5 тысяч метров вошли в облака. И со снижением так шли-шли. И вот на 700 метров начали разрывы появляться. И впереди увидел огромный корабль. Самолет подходит к авианосцу под углом. Это не очень удобная точка для фотографирования. Тогда штурман Апарицкий просит командира сделать второй заход. Шиханов сказал, сынок, куда ты меня ведешь? Я и в войну второе заходное цель не делал. Но все-таки просьбу выполнил. Когда мы вывалились в первый раз на него, палуба чистая, никого нет. Два истребителя не зачехленные, остальные зачехлены все. Авианосец полгода отслужил в Средиземном море. Моряки идут домой, расслабились. Кого бояться-то? И, соответственно, спали. И тут какой-то русский медведь вывалился на них среди ночи перед рассветом. Уже через несколько минут на перехват медведей с палубы Форестола взлетают два Фантома. Американские летчики пристраиваются к нашим самолетам. Но они не предпринимают никаких агрессивных действий. Спустя некоторое время Фантомы уходят. Шиханов благополучно возвращается домой. Начальник разведки, я ему вопрос, а мы можем проходить над этими кораблями? Он начал туда-сюда крутить. А когда уже прилетели оттуда, когда он там посмотрел, довольный, значит, говорит, а это ты знаешь, что запрещено. Это территория государства Америки. И могли бы с вас шлепнуть. Я говорю, спасибо, что предупредил уже после полета. Снимки получаются превосходные. Таких четких изображений авианосцев у нас еще не было. В тот же день альбом с фотографиями отправляют в Москву. Их смотрит Хрущев. Он остается очень доволен. Экипаж награждают. Шиханову вручают ружье, штурману Апаритскому радиоприемник. Остальным – благодарность. Реакция со стороны военно-морского флота Соединенных Штатов на первые советские пролеты над нашими авианосцами выражалась большой озабоченностью. Советские самолеты могли нести бомбы или ракеты, или могли наводить ракеты, запускаемые из подводных лодок, чтобы атаковать наши авианосцы. Американцы очень хорошо знали, что может сделать атомная бомба, взорванная в море, вблизи эскадры кораблей. Первые подводные ядерные испытания под кодовым названием «Кросс-Роллс» – перекресток, они провели еще в 46-м году после войны. Маленький островок в Тихом океане от Тол-Бикини стал печально известен всему миру. На некотором удалении от эпицентра взрыва находились отслужившие свое корабли. Когда рассеялась огромная туча брызг, глазам предстала страшная картина. Корабли получили сильнейшие повреждения, восемь оказались потоплены, в том числе авианосец «Саратога». Выжить не смог бы никто. Существовала и другая причина для беспокойства в связи с пролетами русских медведей. Ее корни находились в вечном конфликте между военно-морскими силами и сухопутной авиацией. Люди из ВВС США могли бы взять информацию о пролете медведя над авианосцем и сказать, «Вот видите, мы же вам говорили еще с 20-х годов, авианосцы уязвимы, с самолета их можно потопить». Так что главной проблемой была не опасность со стороны советских бомбардировщиков, а то, как эту информацию могли использовать люди из сухопутной авиации против моряков, чтобы потопить наши авианосцы при помощи бюджета. Быть потопленным при помощи бюджета – это даже хуже, чем быть потопленным в море». Удачный полет экипажа Шиханова открывает дорогу в Атлантику. Но теперь локаторы на северных авиабазах НАТО работают круглосуточно. Небо над океаном находится под постоянным контролем. Как только появляются наши самолеты, на перехват взлетают краснохвостые F-102. Они посылают сообщения на авианосцы. Русские идут. Атлантический океан. Авианосец Америка. 4 декабря 1965 года. Нас оповестили, что несколько Ту-95-х медведей летят взглянуть на наш новейший авианосец. Сначала русских обнаружили, когда они пролетали над Кольским полуостровом и восточной частью Исландии. Четыре наших самолета ожидали на палубе в позиции в шлеме. Так мы говорим, когда ты сидишь в самолете, готовый начать взлет через пять минут. Как ни парадоксально это звучит, наши полеты в чем-то были на руку американцам. Они использовали их для обучения летчиков тактики перехвата. Кроме того, разведка часто поручала пилотам сделать фотографии каких-либо внешних деталей русских самолетов. Мы летели с русскими плотным строем. Это была своеобразная проверка силой, у кого из нас крепче нервы. Нам также дали фотокамеры и попросили сфотографировать какие-то антенны в хвостовой части медведя. Что мы и сделали. Мы подлетели очень близко, может быть на 60 сантиметров в какой-то момент. И мой штурман, как сумасшедший, щелкал затвором фотоаппарата. Я увидел, что медведь начал крениться в мою сторону. Тогда я сказал себе, ну хватит, мы получили удовольствие, это хороший спорт, но я никому не хочу создавать неприятности. Я видел одного русского стрелка у хвостовой турели, который грозил мне кулаком. А я просто повторял себе, мы противники, но не враги. Как поживаешь? Всего хорошего. Необходимо объяснить, почему американцы так хотели иметь фотографии медведей в сопровождении своих истребителей. Эти фотографии служили оправдательным документом для людей из Пентагона. Раз мы летим рядом с русскими, значит мы их вовремя перехватили и в случае чего могли бы сбить. Оптимальным снимком было изображение советского медведя, с американскими перехватчиками по обе стороны от него на фоне идущего авианосца. Если во время пролета медведя командир авианосца не сделал такой фотографии, то это было плохо для его служебной репутации. Министр обороны Макнамара провел пресс-конференцию, на которой он заявил, что каждый советский самолет, пролетевший над авианосцем в США, был обнаружен и мог бы быть сбит. Это была правда. Во многих случаях, но, конечно, не во всех. Некоторые бомбардировщики обнаруживались за сотни миль от авианосца, а другие только тогда, когда моряки на палубе смотрели вверх и видели приближающийся самолет. На момент обнаружения американской эскадры бомбардировщики находились в полете около восьми часов. Об удобствах экипажа думали в последнюю очередь. Вся конструкция самолета подчинялась одной цели – выполнить боевую задачу. Монотонный гул двигателей, однообразные бортпайки, воспаленные сухие глаза от горячего воздуха обогревателей – вот постоянные спутники наших летчиков. В организме накапливается усталость, а ведь еще предстоит долгий путь домой. К седьмому часу вот какие-то вроде появляются у тебя неудобства. Были галлюцинации всякие, когда особенно на севере, туда ближе к северному полюсу. Северное сияние было. Такое впечатление, что ты вот, все у тебя в кабине нормально, а на улицу посмотришь, блики там непонятные. Видишь, вроде ты боком летишь или кверх ногами. А как стряхнешься, посмотришь на приборы, все становится на свое место. Кроме галлюцинации, во время дальних полетов появлялись проблемы и более прозаического характера. Люди хотели есть и пить со всеми вытекающими отсюда последствиями. Место туалета – параша. вот, стана стояла здесь у борта инженера. Но практически ей никто не пользовался. Кроме только по легкому. Удобства, конечно, не было таких настоящих, но народ обучался и привыкал. Когда появляются натовские истребители, летчики сразу забывают об усталости. Начинается игра нервов. Любая напряженная ситуация таит в себе опасность, тем более, когда противник рядом, и он не хочет себе уступать. В таких случаях всегда существует вероятность, что кто-то не выдержит. Какой-нибудь молодой летчик, который, как мы говорим, получает удовольствие от нажатия на курок, мог решить, что происходит что-то непредвиденное, и что ему выпал шанс это предотвратить. Советский самолет мог открыть огонь, или американский летчик, думая, что русский собирается атаковать авианосец, тоже мог начать стрелять. И если бы что-то там случилось, открыли бы они там огонь, или еще что-то, свидетелей там не было, никто бы не знал, что и как. Потому что это Атлантика, никого там вокруг нет, кроме наших самолетов, и самолетов противника. В кавычках противника. Первый трагический случай произошел в акватории Японского моря. В тот день в разведывательный полет отправился бомбардировщик Ту-16. По классификации НАТО этот самолет назывался Бэджер, Барсук. Американцы говорили, что Барсук хоть и не большой зверь, но агрессивный. Ту-16 на базу не вернулся. Судьба самолета и экипажа осталась неизвестной. Через 4 года произошла следующая катастрофа. Норвежское море. Авианосец «Эссекс». Май 1968 года. Когда «Эссекс» появляется у берегов Норвегии, командование Северного флота направляет в этот район эскадренный миноносец «Сознательный». Вышли из Североморска 3 мая 1968 года задачи несения боевой службы в районе Северной Атлантики. Задачи получили выйти на слежение с авианосной ударной группой «Эссекс» и выявлять их деятельность в море. Представьте себе чужой авианосец у берегов Норвегии. Фактически это ворота главной базы Северного флота. Это примерно так же, как если бы в подмосковной Малаховке вдруг появились американские танки. И советские боевые корабли внимательно следили за действиями такого с позволения сказать «гостя». поднимали авиацию и частота полетов самолетов морской авиации в эти дни возрастала многократно. Из секретного донесения командира авианосца «Эссекс» начальнику штаба флота. В течение 22 мая 13 советских реактивных и турбовинтовых бомбардировщиков совершили облеты «Эссекса» в различных направлениях. Такая частота полетов сохраняется все последующие дни. 25 мая авианосец потеряли. В 6 часов утра на аэродром возвращается экипаж «Мегдата» Шакирова. Он не смог обнаружить «Эссекс». Периодичность снижения была задается командованием. Через 4 числа, чтобы был контакт. Контакт не реже. И поэтому периодичность вылета была где-то через 6 часов. И вот так получилось 25 мая, что полетел Шакиров. И он вернулся, не найдя. И командующий флотом говорит, товарищ командующий авиации, где данные у меня, где «Эссекс»? Что на мозгах? По мнению командования, ошибку «Мегдата» Шакирова может исправить только командир эскадрильи, подполковник Плеев. С того самого дня он находится в отпуске. Несмотря на это обстоятельство, его срочно вызывают в штаб. Александр Захарович Плеев был ведущим летчиком полка. Он всех учил летать на сверхмалых высотах. Тогда можно ходить на разведку, избегая обнаружения. После его полетов на остеклении кабины оставались белые разводы, следы морской соли. По признанию других летчиков, Плеев учил их воевать. Александр Захарович принял близко к сердцу неудачу своего подчиненного. «Мегдат» Шакиров пришел, идет с самолета, ну, как побитый, понимаете? Ну, потерял, не нашел корабли, не подтвердил. А Александр Захарович говорит, «Мегдатка, ничего не боись, я его сейчас найду». И они улетели. Аэродром авиации ВМФ, Североморск, 25 мая 1968 года. Пара Ту-16 берет курс к берегам Норвегии. Перед Плеевым стоит задача снова найти Эссекс и навести на него эсминец сознательный, который находится неподалеку. Один из наших самолетов остается на большой высоте. Плеев идет очень низко над морем, и корабельные локаторы его засечь не могут. Когда он появляется рядом с авианосцем, для американцев это становится полной неожиданностью. Он донес, что он обнаружил Эссекс, он над ним проходил, сказал, сколько кораблей охранения, дал мне координаты и пеллинг. Где-то примерно часа через два один из кораблей охранения вышел навстречу нам. Мы рассмотрели на его мачтах сигнал, корабль приводнился. Мы так перевели. На самом деле, американцы имели в виду, что самолет Плеева упал в море. Из донесения командира авианосца. В 11.05 появился русский самолет, бортовой номер 94, класса «Барсук», и сделал несколько проходов над Эссексом. Во время последнего прохода при выполнении левого разворота нос «Барсука» опустился ниже горизонта, и в 11.52 он врезался в воду, развалился на части и взорвался в 14 тысячах ярдов от авианосца. На каждом авианосце есть кинооператоры, и в тот день они не жалеют пленку. Впоследствии американцы передадут нам копию. В СССР ее сразу засекретят, и гриф «Секретно» не снят до сих пор. Мы нашли этот уникальный материал в Национальном архиве, в Вашингтоне. И вы имеете возможность его увидеть впервые с 1968 года. В этом месте мы специально решили сделать стоп-кадр. Самолет Плеева находится на уровне палубы корабля. 35-метровая машина несется со скоростью 500 км в час в 15 метрах над морем. После очередного пролета Плеев уходит на разворот. Оператор выключает камеру, и вскоре происходит катастрофа. Судя по этим кадрам, оператор в шоке. В первый момент он забывает поправить диафрагму на объективе. Поэтому мы видим только моряков, которые куда-то смотрят. СССР с полным ходом направляется к месту падения. Туда же летят спасательные вертолеты. Если присмотреться, их можно различить среди дыма. Но живых обнаружить так и не удается. Вскоре снижается второй Ту-16. Он потерял связь с ведущим самолетом и хочет понять, что произошло с экипажем Плеева. Он был летчик, как говорят, ас. Летал он, и глаз у него был железный. Там был разговор того, что помехой оказался радиоуправляемый вертолет. Чтобы не столкнуться, Плеев произвел сверхэнергичный маневр, который привел катастрофу. А если он летал на метрах двадцати, при таком резком взятии штурвала, мог кормой и задеть. На месте катастрофы американцы находят обломки самолета и останки экипажа. Они высылают катер, чтобы поднять тела погибших. Согласно американскому отчету, советский самолет разбился после того, как на развороте задел крылом поверхность воды. Других свидетелей трагедии, кроме команды авианосца, рядом не было. Поэтому приходится принимать их версию. Из донесения командира Эссекса. В 16.10 русский эсминец с бортовым номером 311 подошел и встал вдоль борта для передачи обломков и тел. В 16.27 спасательная шлюпка Эссекса начала передачу. Бортовой номер 311 это эсминец Северного флота сознательный. Советский корабль наконец встречается с авианосцем. После коротких переговоров команды приступают к транспортировке тел и обломков. Они сложены в специальных мешках на корме. Кран цепляет сетку с этими мешками и погибшие советские летчики в последний раз поднимаются в небо. Матросы на катере принимают печальный груз. В самом конце с авианосца передают папку с подробным отчетом о происшествии. По трапу наши матросы принимали носилки с этими вот мешками. Мешки эти были на молнии. Молнии со стороны головы мы раздергали и убедиться, что это люди. Что-то ничего другого там не было. А врач потом может деталь не осмотреть. Американцы пользуются случаем и снимают крупные планы советского военного корабля. Даже в такой ситуации они помнят, что идет холодная война. Когда заканчивается передача тел, с палубы авианосца взлетают четыре самолета. Они проходят строем над нашим кораблем. Это последняя дань памяти погибшему экипажу. Уходя эсминец сознательный производит троекратный прощальный зал из орудий главного калибра. Москва, Кремль. 22 мая 1972 года. Начинается первый в истории официальный визит американского президента в СССР. Ричард Никсон приехал для встречи с Брежневым. В холодной войне наступает перемирие. Лидеры подписывают исторические договоры по противоракетной обороне и ограничению стратегических вооружений. В ходе визита обсуждается еще один важный документ. Еще одно соглашение было подписано сегодня. Оно касается предотвращения инцидентов на море между советскими и американскими кораблями. Соглашение подписал военно-морской министр Соединенных Штатов Америки Джон Уорнер и русский адмирал Гошков. В четвертой статье этого документа в частности говорилось командиры экипажей самолетов каждой из сторон должны проявлять величайшую осторожность и благоразумие при приближении к самолетам другой стороны и в интересах взаимной безопасности не должны допускать имитации атак и выполнения различных пилотажных фигур. Соглашение вступило в силу 25 мая 1972 года. По странному стечению обстоятельств это случилось в четвертую годовщину гибели экипажа подполковника Плиева. Но договоры договорами а летчики продолжают летать в опасной близости друг от друга. Норвежское море авианосец Джон Кеннеди ноябрь 1973 только что закончилась война во Вьетнаме и можно ожидать любых провокаций. Из Североморска на разведку авианосной группы вылетает Ту-16 под командованием подполковника Сверидова. Погодные условия плохие. Нижняя кромка облаков всего 150 метров. Когда цель наконец обнаружена самолет уже очень низко над морем. С полубы авианосца поднимается фантом. Американец пристраивается под правую плоскость Ту-16 его киль оказывается выше поверхности крыла советского самолета. Малейшее неосторожное движение и может произойти столкновение. Я видел лица летчиков с фантома я видел надписи на их шлемофонах на бортовые надписи командир огневых установок сзади это член экипажа он все время подвал команду командир не крутите элероны правый элерон бьет по фюзеляжу с фантома а нам невозможно крутить потому что нас затягивают все время вправо высота то уже 100 метров и все ниже ниже идем вспомнился Плиева экипаж потому что они так же на развороте так же попали в воду ультнули и это же самое могло быть и с нами здесь вот мысль одна была не разделить судьбу Плиева американец тоже понимает в какую ситуацию попал он начинает опускаться ниже и проходит чуть вперед пилот не смог рассчитать ширину крыла Ту-16 он слишком рано начинает подниматься и дважды ударяет в переднюю кромку правой плоскости киль он себе сломал полностью до самого фюзеляжа все у него отлетело у нас появились пробоины ну когда вот это все случилось фантом дал форсаж ушел у меня лично тогда мысль появилась когда он себе киль разбил ну как же ты бедолага теперь где же ты будешь и как ты будешь садиться сам катапультироваться ты будешь или чего в крыле Ту-16 находятся топливные баки по счастливой случайности киль фантома их не повредил иначе самолет потерял бы горючее мог начаться пожар в конце концов могло просто сломаться крыло и все это над морем за тысячи километров от дома потом думаешь да ну если бы случилось что топлива не хватило бы ну что ну булькнули бы в это море бы эти сигнальные жилетики что там на нас они же ведь не спасают в той холодной воде ну прожил бы я час лучше застрелиться сразу достать тот плот и в плоту достать пистолет и к виску приставить да и все потому что ну смысл какой кто тебя спасет в том норвежском море пока корабль доплывет даже уже окочуришься в этой воде к счастью в этот раз все обошлось американец благополучно приземлился в норвегии на палубу он сесть не мог а свиридов привел самолет в североморск поведение нашего экипажа оценили как подвиг подполковника свиридова наградили орденом боевого красного знамени в мирное время Владивосток ноябрь 1974 года Брежнев встречается с президентом США Джеральдом Фордом они обсуждают новый договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2 через 5 лет советские войска войдут в Афганистан и это перечеркнет все миротворческие усилия Конгресс Соединенных Штатов откажется ратифицировать ОСВ-2 в ноябре 80-го к власти придет жесткий республиканец Рональд Рейган президент Рейган назвал Советский Союз империей зла а со злом надо бороться и в рамках этой стратегии в Европе стали размещать баллистические ракеты Першинг со стапелей сошли новые боевые корабли вооруженные крылатыми ракетами Томагавк давление на Советский Союз стало принимать угрожающий размер в 83-м году в СССР на вооружение поступают крылатые ракеты Ха-55 это русский ответ Томагавка они способны преодолеть две с половиной тысячи километров оставаясь на сверхмалой высоте засечь их трудно ядерный заряд к цели они доставляют незаметно появляется и бомбардировщик новой модификации Ту-95МС он может нести до 16 ракет уже через два года Соединенные Штаты получают у своих берегов боевое патрулирование советских самолетов начиненных крылатыми ракетами нам было поручено организовать боевое дежурство с боеприпасами на борту у берегов Америки и тогда наши экипажи заправляясь по пути к зонам боевого дежурства первый раз и повторно заправляясь на обратном маршруте летали уже не за угол а по генеральной прямой из Советского Союза к берегам Америки боевое дежурство в небе может продолжаться около суток к полету готовиться тщательно особое внимание уделяется как всегда идеологической стороне вопроса день начинается с построения зачитывается приказ по части поднимается флаг играет гимн экипажи занимают свои места в кабинах на летное поле выносится знамя стратегические ракетоносцы уходят в полет их маршрут пролегает через северный полюс в нейтральных водах вдоль берегов Америки стоило нам уклониться куда-то в сторону или где-то в облаках там же не видно этой береговой черты она же в облаках идешь на высоте 10 тысяч знаешь что где-то она рядом эта береговая черта вот ее огибаешь если бы такой сбой произошел и как Боинг залетел куда-то мы залетели в Иллиутские острова думать нас не сбили бы что-то конечно сбили на подлете к американскому континенту нас уже ждут первыми русских медведей встречают истребители F-15 тактического авиационного командования на Аляске идя на перехват я заметил что на расстоянии примерно в 1000 футов я уже слышу гул моторов русского медведя обычно когда летишь в паре ты не слышишь моторов даже своего напарника а когда я приблизился на 500 футов то почувствовал вибрацию пропеллеров медведя бьющую прямо в грудь подполковник Ейц берет в полет видеокамеру благодаря ему вы можете увидеть эти уникальные кадры мы решили оставить музыку которую Чарли Ейц использовал при монтаже своего материала это саундтрек к голливудскому блокбастеру охота за красным октябрем они летели параллельно границе Аляски было не похоже что они хотят ее нарушить если бы такое произошло то это был уже другой сценарий который тоже приходилось рассматривать возможно они захотели бы совершить посадку и попросить политического убежища как например сделал Виктор Беленко посадивший свой МиГ-25 в Японии Командир экипажа он обладает оперативно-стратегическим мышлением потому что на борту воздушного корабля находится от 6 до 12 ракет с ядерным зарядом поэтому командир экипажа дальней авиации является как минимум командиром летающей атомной подводной лодки Петр Степанович Дайнекин добился начали платить как за боевой вылет весь экипаж получал денежное вознаграждение за выполнение этого полета незначительное конечно оно было чисто символическое но каждый знал что это уже боевой полет мы же не летали просто так мы летали с ракетой американцы предполагали что русские летают вдоль их границ не просто так что у них на борту есть оружие не уступающее першингам и томагавкам время подлета крылатых ракет к городам на побережье составляет пару десятков минут момент пуска засечь практически невозможно поэтому американские истребители непрерывно сопровождают медведей вдоль всего маршрута когда мы первый раз появились на горизонте была некоторая напряженность мы были для них незнакомы они были незнакомы для нас спустя некоторое время напряженность снизилась и мы рассуждали ладно ты летишь своим курсом на своей высоте а я буду лететь рядом на своей высоте так что можно немного расслабиться только не надо делать неожиданных движений я слежу за тобой ты следишь за мной все круто американцы прибегали к самым разнообразным штучкам чтобы преодолеть монотонность полета они например брали с собой журнал плейбой пилоты разворачивали журнал и держали его картинкой к стеклу кабины чтобы экипаж советского самолета ее видел они с интересом рассматривали журнал когда его показывали в окне наверное в загнивающем обществе тоже есть свои прелести которые вы в советском союзе называли низкими моральными качествами действительно кто-то из наших пилотов показывал сигареты и американские виски выставлял бутылку виски в окне запечатанную надеюсь но ситуация могла резко измениться если бы экипаж ту 95 вдруг открыл бомболюки и попытался пустить ракету действия американского пилота в этом случае нетрудно предугадать я думаю первое что бы я сделал это пошел на него и попытался столкнуть его с курса конечно постоянно предупреждал бы его по радио чтобы он не делал такой агрессивный шаг возможно я бы подлетел под него чтобы заглянуть внутрь бомболюка и определить есть ли там что-либо и если я буду уверен что он собирается пустить ракету мне придется его сбивать помочь нам в нейтральных водах никто не смог бы истребитель с нами мог один с парой сделать что хотел я это реально понимал это не игрушки это боевой полет и чем он может в крайней ситуации закончиться небо холодной войны оказалось горячим в битве над океаном погибло немало летчиков и русских и американских список инцидентов в воздухе бесконечен но о них мало кто знает правда о многих происшествиях до сих пор хранится в секретных архивах ведь афганцы не любят говорить про Афган правильно кто воевал в Чечне не любит говорить про Чечню и мы сейчас тоже у нас тоже кое-что поменялось тоже сейчас эту тему не очень любим обсуждать мы воспитаны были система нас настолько к этому подготовила что мы считали что делаем настоящее дело время было другое что тебе говорить прошлый век 20 лет прошло советского общества ура аэродром 22-й авиадивизии город Энгельс 16-е июля 2004-го года в новом 21-м веке стратегические бомбардировщики Ту-95МС остаются в строю как и 40 лет назад они продолжают летать на разведку в океан рядом боевую вахту несут ракетоносцы Ту-160 последний военный самолет великого КБ великой страны за красоту форм и летные качества его называют Белый Лебедь лет 10 назад появилась традиция давать этим машинам имена героев Великой Отечественной войны может быть пройдет время и на фюзеляжах самолетов появятся имена летчиков героев войны холодной войны о которой они не очень любят вспоминать революции надежда «С надежда» Продолжение следует...